Держи дыхание, всё. Всем хай! С вами Ёджин, и сегодня мы снова будем играть с вами в Breathage, выживание в космосе. Понравилась мне эта игра, так напомнила, знаете, старую добрую сабнатику, но только в космосе. В общем, давайте попробуем поиграть в неё ещё раз, посмотрим, насколько нас хватит. Так, мои чуваки разлеглись тут. Удобно устроились? Молодцы. А я пошёл работать. Смотрите, у меня есть цель, 650 метров. Я даже не знаю, долечу ли я до туда. Судя по тому, что у меня изображён здесь кулак, я ещё что-то не сделал. А, он здесь, внутри нашей капсулы. Пойдём-ка узнаем, что там за кулак нам игра показывает. Что мы должны сделать? Стоп, лом? А разве мы его не делали уже? Нам предлагают его зачем-то заново сделать. Окей, ладно, как скажешь, игра. Вот, смотрите, задача. Создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. Смотрите там внизу, этого раньше не было. Слышите, такая музыка прям умиротворяющая. Сразу перестаешь думать о том, что ты умрёшь. Ведь кислорода всего на 30 секунд осталось. О, боже мой, нам придётся ломать этот чёртов проход. Скорее, скорее, кислород. Быстрее. Чё это такое? Погодите, а как? А как этим дышать? Как этим дышать? Как мне тебя дышать? Я не понимаю, что за говно не игра. Мне уже не нравится. Я не буду играть в это, всё. Смотрите на моё здоровье. У меня сейчас голова взорвётся. Голова раздувается. Фух. Вы чё, издеваетесь? Ну-ка иди сюда. Что такое? Я провиделся. О, ты провиделся. На тебе. На тебе. Всё. Я выплеснул злоба. Блин, я чуть не умер. Кто был надутый презерватив? Чё я должен был с ним делать? Я не понимаю. У меня большая бюст и стройные ноги. Хотела, чтобы ты знать и мотивировать меня спасти. Мотивация сработала. Очень сработала. Вот он, смотрите, надутый такой весь. Что я могу с тобой сделать? Я не понимаю. Может, мне вот это использовать? Этим я могу только чесать себя. О, новая схема. Кислородная свеча. Куда мне её надо вставлять? Каплю для того, чтобы... И что там? Я не успел прочитать. Давайте попробуем заюзать. А, она пополнила мой запас кислорода. А это что такое? Это не кислород, случайно, мне дует? Это, походу, кислород мне дует. Нет, он мне не дует. Пожалуйста, быстро. Быстро! Мне тут что-то ещё надо создать. Вот только что. А, вот, дерьмо, навязанное разработчиками. Оно прямо здесь. Нужен очищенный металл, две штуки проволоки и утолщённая изолента. У меня только один очищенный металл. Давайте второй сразу сделаем. А для изолента нужна резина. Две штуки. А как сделать резину? Давайте отправимся на поиски резины. Только ни на что не отвлекаемся, вот, кроме этой штучки. Она прикольная. И вот этой штучки. И вот этой. Резина. Где же её можно найти здесь? Вот, смотрите, резина. Прямо можно добыть её сразу. А, нет, не добывается. Требуется секатор. Пойдёмте искать теперь секатор. Из снаряжения у нас есть только дрель, щуп, лом. Нету секатора. Ну, я, его невозможно сделать. Где секатор, отвечай мне? Я не знаю, где секатор, не могу помочь. И осознание этого очень сильно меня вгоняет в депрессию. Я хочу под стол. Вот, правильно, иди под стол. Ты, весельчак, как хочешь, быстро пошёл и добыл мне секатор. Нет проблем, Женёк, я сейчас всё добуду. Я уже на полпути к секатору. Вот сейчас. Космическая скорость. Во всех играх компаньоны мои бесполезны. Так, это что за нарост? Это залежи льда. Требуется лом. Нэ. Вот так он добывается. Как уныло, блин. Может быть, вот здесь, где ребята раньше тусили. Может, у них тут какой-нибудь секатор есть. Сканировать кресло не могу, блин. У меня сканера нету. Но видно, что кресло очень удобное. Сканер во мне. Может быть, где-то здесь есть такой же кусок резины, который не надо добывать секатором. Короче, мне кажется, что сейчас надо просто вот повсюду летать и смотреть. Потому что мы батарейки сделать не можем, секатор сделать не можем, мы ничего не можем сделать. Поэтому давайте просто выбираем место и идём туда. Ну, как идём? Летим. Летим, как космические орлы. Вот там ещё два чувака. А я чё, играю тут в приставку? Это типа Дэнди. Давайте возьмём себе, со своими ребятами поиграем. Там на экране написано фаталити. Они типа сами себе устроили фаталити в реале. Удивительно, что у нас крушение случилось. Я не вижу ни одного трупа, который был бы занят делом. Все занимаются какой-то фигнёй. Эй, чувак, давай, пойдём играть в приставку. О, гамать, гамать, это я люблю, пошли. Давай, бро, садись сейчас за гамаем вместе. Вот я сел, это моя победная позиция. Евгений, я тоже буду рад поиграть. Да, конечно, иди. Сейчас я усядусь поудобнее. Вот. Ну что, как говорится, передавай пульт батьке. Так, вот вам пульты. Что ж, приступаем. Ох, я сейчас тебя так сделаю, как сделал аварию на этом корабле. Что? Да это у меня шутка такая. У меня просто своеобразный юмор. Сейчас я тебя одной левой сделаю. Готовься быть униженным. Блин, колонки на этом мониторе полный отстой. Я вообще ничего не слышу. Не думал, что скажу это, но мне не весело. А ведь я весёлый. Я уверен, что смогу приятно вас обрадовать. А разве можно обрадовать неприятно? А разве можно перебивать того, кто собирается тебя обрадовать? Не перебивай его, Юдж. От вас столько шума, я вообще игру не слышу. И я нашёл решение этой проблемы. Вы замолчите и сделаете игру громче? Нет, грубиян. Пока ты был в космосе, я разобрал ненужный аппарат и скрафтил из него игровую гарнитуру. Потрясающее изобретение. Я назвал эту гарнитуру JBL Quantum. Чисто от балды название придумал. Да, повезло, что хорошо звучит. А слово Quantum, знаете, намекает на космос, футуризм. Легко будет продать. Вернёмся на Землю, наварим. Ну а в чём особенность? В том, что у неё фонарики мерцают. Это не фонарики, а RGB-подсветка, которую можно кастомизировать с помощью по JBL Engine. Опять космические слова, здорово. О, это далеко не все её достоинства. Весь упор... О, я словно в космическом вакууме. Никаких шумов извне. Я слышу лишь музыку. Словно вселенная поёт лишь для меня. Объёмный пространственный звук с технологией отслеживания положения головы JBL Quantum Sphere 360 и поддержкой DTS. Как удобно сидит. А мягкие амбушюры словно запоминают форму моих ушей. Разные варианты подключения наушников. Удобный отсоединяемый микрофон. Аж дыхание захватывает. Не верится, что он скрафтил это из деталей какого-то аппарата. Микрофон там с системой эхоподавления, совместимый с внешними голосовыми чатами вроде Discord. Даже можно регулировать отдельно баланс звука чата и игры. Расскажи ещё и побольше про мерцающие лампочки. А ещё мерцающие лампочки. Круто. Погоди. Какой аппарат ты разобрал? Да так, генератор кислорода. Что я там делаю? Блин. Погодите, как так? Евгений, как бы на помощь. Да, я лечу, лечу. Как тебя достать? Сейчас я где-то увидел. Очертания были. Вот я схватил его. Есть! Евгений, я честно уже думал, что всё кончено. А, эй! Куда ты полетел? Нет! Нет! Я и не знал, что в космосе можно падать. Нет! Он упал! Всё, там есть пол. У меня есть шанс его спасти. Всё, решительное действие. Отбросить все остальные задания. Только спасти нашего друга. Оу. Он куда-то там пропал. А, нет, почему так произошло? Куда он упал? Эй, а где ещё один? Погоди! Вот чё? Вот все. Мы, 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 мы не того спасли. Мы выкинули весельчака случайно. Давай выходи. А я почему-то подумал, что это я упал. Это бывает же такое. Хорошо, что это оказался не я. Тогда я, пожалуй, присяду и успокоюсь. Фух, с кем же мне играть? Только не со мной. Я всё равно очень плохо играю. Да, да, да. Ты можешь остаться под столом. Да, да, вот именно. Я просто, да, я испорчу весь игровой процесс. Ладно, ладно. Я сейчас пойду спасу весельчака. Всё, он улетел в открытый космос. Нет. Вот так вот, друзья, взял и выпилился один персонаж. Но нас же предупреждали в тот раз, что кто-то хочет нам навредить. Кто-то виновен в аварии. Как будто бы весёлого выпилили. Кто мог взять и включить гравитацию в космосе? Это была случайность? Или виноват кто-то из тех, кто остался на корабле? Евгений, я не понимаю, к чему вы уклоните. Это был просто несчастный случай. Но, если это был и не несчастный случай, то подозревать здесь можно только одного человека. Я не буду показывать пальцем на этого человека. А так, в основном, я считаю, что всё в порядке. Просто несчастный случай. Хорошо, я тоже думаю, что это просто недоразумение. Ладно, давайте займёмся нашими повседневными делами. Посмотрите, вот эту штуку, магнитофон можем разбить. Что он даст нам? Он даст пластик. И даст ещё всякого барахла. Может быть, мы так сможем и резину где-то добыть. Ладно, давайте попробуем сюда слетать. Надо разбить эту дверь. Ой, это надолго, блин. Ой, надолго. Ещё пара ходок, бред. О, мне нужен лом. Смотрите, а там что такое? Цвет. Мерцает цвет, это тоже интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здоровье теряется. Нам нужно сразу сделать лом про запас. Последняя ходка, и мы сейчас сможем открыть эту дверь наконец-таки. Интересно, мы ещё как-нибудь весёлого увидим. Это как прямо в моей реальной жизни. Весёлый меня покинул. Осталось только уверенность и депрессия. Мочить. Давай, 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 дверь. Чёрт, ну чёрт тебя побрал бы. Давай, дверь, дверь. Есть. Что это такое? Изучить. Мы изучили кислородную станцию, и теперь, походу, мы можем её крафтить сами. Однако мы чему-то научились здесь. Она того стоила. И тут воздух есть. Несмотря на то, что дверь открыта. Я, конечно, не космонавт, я в космосе не разбираюсь. Мало ли, там такое бывает. Давайте посмотрим, что требуется для создания кислородного генератора. Батарейка. Да чтоб тебе, я не знаю, как делать батарейку. А вот ещё кислородная станция. Я тоже не знаю, как её, блин, сделать. Мне, короче, надо где-то изучить батарейку и найти резину. Вон, давайте полетим туда, где мерцает свет. Ууу, что это? Что это за дохлый хомячок? Он либо сдох мучительной смертью, либо объелся орешков. И радостно. Бедолага, почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли их специально кто-то разводит. Не знаю, но думаю, их тут ещё немало встретится. Ну, короче, у нас теперь есть новый прекрасный питомец. Да, он не такой уж и живой, но он такой же пушистый, как и живой. Поэтому какая разница, правильно? Это самое главное. Хорошо, я ещё нашёл желтоватую воду. О, боже мой, ведь сейчас у нас речь идет о выживании. Ведь как только речь заходит о выживании, вот когда слово выживание появляется в предложении, это означает, что пора пить желтоватую воду. Давай, я готов, давай. А, нельзя пить почему-то. Почему пить нельзя? Я же хочу выжить. Наверное, она недостаточно желтоватая для меня. На, уверенно, и хлебди. О, зашибись, как раз под игру. Ты должна стараться не есть. Еда может быть отравлен. И вода, и воздух. Я заботится. Мне кажется, она не очень-то и желает мне добра. О, смотрите, у меня есть одна резина уже, оказывается. Не помню, чтобы я подбирал где-то. Значит, я где-то её нашёл. Мне нужна ещё одна. Просто давайте пошерстим и найдём где-то по-любому ещё одну резину. А, вот давайте куда. Да, куда-куда-куда, вот сюда. Приёмник разбить. О, батарейка в нём. Вот, наконец-таки мы нашли батарейку. А это что такое? Пластик. Хорошо, добыть. Смотрите, мы можем вот сделать желтоватую воду. Зачем нам? Не понимаю. Зачем это? Смотрите, кислородный генератор уже можем сделать. Давайте попробуем сделать. Я так не понимаю, что мне теперь с этим делать. На слот я не могу поставить это. Куда мне это деть? Вот, контейнер. Давайте, тут по-любому будет резина, давай. Тут что-то будет полезно точно, давай. Есть резина, резина. Но, по идее, теперь мы можем, наконец-таки, продвинуться дальше. Жалко, что весёлый этого не увидит. Утолщённая изолента, крафтся. Мы сейчас сделаем дерьмо, навязанное разработчиками. Давай, есть! Только зачем оно мне? А, смотрите, мы действительно нашли презерватив. А ещё вот, смотри, у нас теперь есть новый друг. Он будет жить в коробке. Он там будет спать постоянно. Всегда. Не пытайся его любить. О, какой милый, дай-ка я его поглажу. Как он хороший. О, а можно мне тоже подойти погладить? Лучше бы ты сидел под столом. Одно только твое желание его погладить сделало его мёртвым. О, чёрт! Ты что-то наделал, ты убил его. О, я убил хобячка, я только уже порчу, я пошёл под стол обратно. Стоп, стоп. Мы сделали это дерьмо. Как оно? Где оно? На троечку поставь. Это великий момент, давайте. Что это такое? Полученный левел, максимальный урон. Что такое? Ты ещё не умереть? Это так печально. Заткнись, детка. Погоди, я могу себя ударить этим. Я чуть себя не убил. Смотрите, мы можем установить это. Я хотел сказать прекрасно, прекрасно, а не печально. Моя совсем плохой язык. Вот, ставим подтвердить. Что это такое? Мне такое смущает что-то форма этого агрегата. Этого изобретения, не побоюсь этого слова. Окей, теперь нам нужно добраться до точки эвакуации. Я даже не знаю, как. Полтора километра до неё переть, вы чё? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, у нас не получится это сделать. Давайте отдохнём, надо восстановить хп. 70% хп достаточно. Да, эта штука останется здесь, будет вдохновлять меня и нас с вами на подвиги, на космические открытия. Я как-то даже не знаю, что теперь делать. Давайте сюда, что ли, полетим. А вот у чувака немножечко сплющило. Изучить можно, что это такое? Крайне бесполезный предмет, но так красиво замёрз, что невозможно удержаться и не забрать себе в коллекцию мусора. По-моему, это просто кусок крови был. Погодите, нам нужна кислородная станция. Утолщённая изолента нужна и алюминия. Алюминий где добыть? Я без понятия. Короче, надо ещё две резины найти и ещё алюминия. Фиг знает, где это добыть. Ну, давайте посмотрим вот там, например, внизу. Что у нас тут? Секатор нашли! Наконец-то! Какой-то чувак, но я не могу ничего с ним сделать. Так, изучите, что это такое. Препарат новичок разработан при поддержке пенсионной ассоциации. В состав этого уникального препарата вошли такие редкие ингредиенты, как мел, возможно, повышающий потенцию. Уголь, вероятно, тоже что-то повышающее. Вода, сахар и аскорбиновая кислота. Рекомендовано для лиц, достигших половой зрелости, испытывающих необоснованную боязнь перед близостью даже с самим собой. Окей. Это прям про меня. Это мне подойдёт! О-о-о-о-о-о! Это плацебо. Мне не поможет. Опа! Стоп! Кислород! Кажется, смерть погибла. 4 секунды! Нет! У меня есть кислородная свеча! Вставить! Вот, ещё, смотрите, 40 секунд прибавилось. Можем жить. Давайте разобьем этот контейнер. Так, тут секатор. Хорошо. Ченец-изменник, он заслужил это. Жди в каюте, когда жена уйдёт, твой Сергей. Вот, смотрите, теперь мы можем делать секатор, наконец-таки. У нас всего 3 металла нужно, и проволока, и ножницы. Не, не понимаю. То есть, ножницы сами по себе не секатор. То есть, мне надо просто ножницы прицепить к палке, и тогда это будет секатор? Так не работает! Нельзя прицепить полезный предмет к палке, чтобы он стал изобретением. То есть, вот эта издишка не станет издишкой, пока я не прицеплю к ней палку. Вот, теперь можно хранить информацию спустя. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я так и знал, это просто ножницы на палке. Однако, не стоит отрицать, что это великое устройство может резать резину. До этого ножницами не работало, а с палкой работает, и всё работает теперь. Давайте подумаем. Вот там вот вдалеке что-то горит, 650 метров. Может быть, попробую сделать несколько свечей и полететь туда? О, смотрите, мы можем обшивку ещё обрезать. Мы получили ткань. Нам ещё просто надо дойти где-то алюминия. И у нас будет кислородная станция. Вижу внизу новый указатель, наручники. Наручники, это же алюминий, нет? Наверное, алюминий. А, ну то самое место, где был тот чувак. Что, что это? Что мы должны с этим сделать? Оно вот выделено, но я ничего не могу сделать с этим. Секатором, может быть? Нет, не работает. Всё, жопу мне, валим отсюда. Держи дыхание, всё. Пойдём туда, где ребята играли в приставку. У нас здесь куча резины. У нас здесь что-то такое, бочонок с мёдом. Ну-ка разбить. Куча мёда дало. Картридж Mortal Kombat. А, Mortal Kombat. Вау, что это? Такой мерзкий, жуткий отсек с кучей ваникенов. Мне кажется, мы в этой окрестности не найдём алюминия. Кажется. Я не могу это утверждать, но я не нашёл. Нам надо провести небольшой эксперимент. У нас расстояние 650 метров от цели. У нас всего в запасе 50 секунд. Давайте посмотрим, насколько мы можем отлететь за 50 секунд. На 25 секундах повернём обратно. Итак, 25, окей. 150 метров. То есть на полном кислородном баке мы можем пролететь 300 метров. А у нас до цели 600. Значит, нам нужно будет два полных бака туда и обратно. Ещё нужно пару баков, чтобы там усуметь порыскать. Погодите, а как работает кислородный генератор? Давайте посмотрим. Сейчас я его как выкину и... Куда, куда, куда полетел? Я не знаю, он не работает. Он просто здесь летает и всё. Короче, я не понимаю, что с ним делать. У нас есть две кислородные свечки. Погодите, дрель? Давайте попробуем дрель сделать. Я даже не знаю, что мы можем ей сверлить. Может быть скафандр того чувака, кстати, быстро. Давайте слетаем. Так, 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 так. Так, стоп. Нет, не работает. Ладно, мне кажется, надо уже просто решиться, сделать то, что я хотел. Мутим первую долгую опасную вылазку. Возможно, очень глупую. Сейчас, короче, сделаем несколько кислородных шариков и несколько свечек. Мне уже, если честно, лень планировать, хочется просто полететь. Итого у нас два кислородных шарика и три кислородные свечки. Мне кажется, нам мало будет этого. Давайте ещё одну сделаем. Окей, готово. Теперь зажираемся. Ням. Хлюп. И пошли. 650 метров. Открытый космос. Я иду. Опасность обледенения? Я что-то не был готов к опасности обледенения. Осталось 8 секунд. Так, хорошо. Дальше. Не сым, не леденеем. Быстренько, хоп. Свечку. Так вообще, как будто я леденею. 200 метров. О, я леденею, всё. Стоп, у меня же есть спирт. Используйте вам. Всё, хорошо. О, что происходит? Давайте шарик используем. О, мне нравится это путешествие. Только я что-то не понимаю ничего. Стоп, а почему я не дышу? Чего, куда я делал шарики? Я не понимаю. Почему шарики не дали мне кислорода? Смотрите, 20 метров. Я здесь. И что толку, блин? Так, давайте спиртом разотрёмся опять. Что толку, что я здесь? О, нет, всё, я пьян. Я очень пьян. Валим домой. Я умру пьяным. О, боже мой, если я выживу, это будет чудом. А, погодите, кислородные шарики просто увеличивают ёмкость моего баллона. А, блин, я опять неправильно всё понял. Я покрываю среду. О, 370 метров ещё мне. Кто знает, может быть, я и успею. Я во льдах. Холод всегда мне был по душе. О, блин, чёрт, чёрт, надеюсь, здоровья хватит. Ещё 150 метров лететь. О, я умру, всё, нет. О, неумолим, умираю. О, чё, становится темно. Ой, блин, я, я уперся в стенку. Вот это фейл. Блин, всё, вы мертвы. Нет. Я просрал. Ты снова лгать. Я просрал. Ты здесь сознание очень лить. Рассказывать правду. Подтверждать. Есть. Подтверждать. Загрузить автосохранение. Игра меня спасла. Нет, мы не мертвы. Мы соврали. Мы не решились на это путешествие. Мы поняли сразу, что мы глупые. И не пошли. Вот как всё было по-настоящему. Я просто взял все риски, оценил, грамотно подошёл с анализом кала. Однако мы кое-что с вами сегодня выяснили. Теперь у нас стал вместительный скафандр. У нас будет больше кислорода, чтобы делать более длительные вылазки. Продолжим. В следующий раз у нас с вами осталось ещё два друга. Это уверенный и депрессивный. Ещё хомячок есть. Почти живой. Это как бы квантовый хомячок в коробочке. Вот пока ты вон в коробке, он и живой, и мёртвый одновременно. Это квантовый хомяк. Приветствуйте. Прошу всех любить его или не любить. Это же квантовый хомяк. Его, короче, он и живой, и мёртвый, и его любят, и не любят одновременно. Главное не открывать коробку. Ну вот весельчак, к сожалению, нас покинул. Хотя, может быть, мы его ещё и встретим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите увидеть больше этой игры, больше этих дурацких приключений, то ставьте лайк, пишите об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Снайдитесь в доску своими. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Также я просто велкамлю вас всех в моих соцсетях. Ссылки будут на них в описании под видео. С вами был Юджин, и всем петюля, вы готовы? Раз, два, три и пять!